В Челябинске 54-летний водитель «Лады Ларгус» не пропустил автомобиль скорой медицинской помощи, выехавший на перекресток на красный сигнал светофора со включенными спецсигналами. В результате пациентку скорой в больницу пришлось доставлять ее родственнику, а двум фельдшерам обращаться за помощью к своим коллегам. Настоящая дорожная драма разыгралась в последний рабочий день минувшей недели, 24 мая в 9-м часу вечера в Курчатовском районе Южноуральской столицы. Медицинский фургон «Форд Транзит» из числа подаренных ковид-городу уральским олигархом Игорем Алтушкиным несся по Комсомольскому проспекту в сторону центра города со включенными мигалками и сиреной. На перекрестке с улицы «Сорокалетия Победы» 42-летний водитель скорой решил, не сбавляя скорости, проехать на красный сигнал светофора. Однако этот его маневр оказался неожиданным для 54-летнего водителя «Ларгуса», двигавшего по «Сорокалетию Победы» в сторону Салавата Юлаева. Удар пришелся в правое переднее колесо «Форда», из-за чего тот изменил движение и наехал на «Островок Безопасности» сразу за перекрестком, снеся сразу два дорожных знака. Каким-то чудом ни сама скорая, ни снесенные ею знаки, не зацепили мать с дочерью, переходившей в этот момент Комсомольский проспект. Пешеходки поспешили покинуть этот «Островок Безопасности» и дальше переживали случившееся уже на тротуаре. Но это еще не финал драмы. Пациентка скорой, молодая женщина, направлялась в больницу не одна. Ее сопровождала черная машина родственника, которая едва не проскочила перекресток на красный, сразу за каретой скорой помощи. Но остановилась, ее водитель побежал через перекресток к своей жене, дочери, сестре. Не знаю, убедившись, что та жива, девушка ехала у боковой двери фургона спиной вперед. Мужчина поднял ее на руки, отнес свою машину и дальше сам повез ее в больницу. Водитель Ларгуса, как и водитель Форда, в этой аварии не пострадали, сообщили в Челябинской ГИБДД. Зато с места происшествия в больницу были доставлены два фельдшера скорой помощи. Получили ли они какие-то травмы или все обошлось, профилактическим осмотром не сообщается. Как не называют в ГАИ и виновника этого ДТП? Предположительно, правила дорожного движения в данном случае нарушили оба водителя. Рулевой Ларгуса не предоставил преимущества автомобилю со включенными спецсигналами, а водитель скорой выехал на перекресток, не убедившись в безопасности этого маневра. Спецсигналы ему позволяют пренебречь знаками светофора, но не позволяют создавать аварийные ситуации на дороге.